Сегодня будем разговаривать снова про книги, Book Review. Сегодняшняя книга не такая уж и очень научная, но всё-таки non-fiction, то есть это не вымысел, а что-то очень реальное. Сегодня у нас в обзоре мой очаровательный кишечник, ну или просто очаровательный кишечник, или как самый большой орган умеет управлять меню. Этой книгой я заинтересовалась совершенно случайно. Я наткнулась на неё, опять же, в поиске того, чего мне было очень интересно. Но почему я решилась её всё-таки взять? История началась давно. Очень давно я узнала, что большая часть серотонина на самом деле вырабатывается не в мозге, а в кишечнике. Ну вы же знаете мою страсть к мозгу, поэтому вот мне как-то стало очень интересно выяснить и узнать про этот вопрос побольше. Ну и потом я, естественно, пошла дальше. Уже давным-давно доказано, что в кишечнике огромное количество. Нейросетей, да, их там не меньше, чем в мозге. И, соответственно, некоторые учёные даже называют наш кишечник вторым мозгом. Как странно это может быть, будет звучать, но тем не менее факт остаётся фактом. Ну и поэтому, естественно, просто про кишечник мне читать неинтересно было. А вот про кишечник и мозг мне таки стало интересно, и я эту книгу приобрела. Ну, сначала давайте, как всегда, поговорим об авторе. Причём девочка очень достойная, и я прям не пожалею даже времени на то, чтобы рассказать о ней. Джулия Эндерс, она родилась в 90-м году, она младше меня, но уже она учится на программе PHD по гастроэнтерологии. Я очень люблю и уважаю молодых людей, которые амбициозны и стремятся не к чему-то там и как-то там, а стремятся жить в науке и делать в науке хорошие дела. Будучи столь молодой, она уже написала две книги. Ну, естественно, ошеломляющую популярность ей принесла именно та, о которой мы сегодня будем разговаривать. Немка, девочка наша, она родилась в Мангеме, и на сегодняшний день PHD она заканчивает во Франкфурте в университете Гёте, конечно же. По-моему, университет Гёте — это один из самых выдающихся университетов Германии. Посвятила она себя гастроэнтерологии, и пока, в общем, на данный момент это всё, что неизвестно. Девочка, конечно, только начинает свой научный путь, но, да, тем не менее, я думаю, что это очень здорово, что мы с вами опять же являемся современниками такого выдающегося таланта. Что о книге можно сказать касательно того, как она её писала? Книжка написана потрясающе в том плане, что её может прочесть любой, даже подросток. И почему? Потому что вот она настолько, я говорю, сразу чувствуется женская натура. Я ведь как? Я ведь читаю в основном книжки матёрых учёных дяденек, да, грубо говоря. А тут вот она вся такая нежная девочка, и это очень чувствуется по книге. Она настолько нежная, настолько приятно подаёт свой материал. Ну просто вот прям порой читаешь кое-где прям как сказку. В книге использованы иллюстрации её сестры. Насколько я знаю, сестра её поддерживала, подбадривала и не давала остановиться в работе над данной книгой. И рисуночки очень забавные, то есть там про микробы, про кишечник, такие интересные, с умыслом. Поэтому те люди, кто любят, чтобы в книжках было побольше картинок, вот это ваша книга. Потому что здесь есть картинки на целую страницу, на полстранички и так далее. Сама книга, как вы видите, тоже оформлена забавно, потому что в самой обложке есть зияющая дыра. То есть её можно увидеть на одном из слайдов здесь. Там нарисован кишечник, который ожидает вкусненького чего-нибудь, что вы ему подбросите. В книге также есть разделы, где можно написать, что вы для себя вычленили, какую информацию считаете полезной. То есть можно буквально главу прочитать и тезисно прям там в главе выписать то, что вам было очень интересно или к чему хочется вернуться или исследовать ещё. Какое впечатление осталось после книги? Сначала я расскажу о том, что она мне дала, а потом буду уже дальненько проходиться по содержанию. Как я уже сказала, она очень мило пишет, но с первых буквально строк тебя охватывает вот эта волна восхищения человеком. Вот я буду сейчас рассказывать о том, про что эта книга. Естественно, гастроэнтерология — это очень многие люди брезгливо к этому будут, относиться, потому что не все мы всегда готовы слышать про все наши естественные проявления. Ну и вообще существует такое понятие, как эфемизмы, да? Всякие вот эти походы в туалет и всё то, что из нас выходит, принято называть какими-то другими словами, мы как-то стесняемся называть всё своими именами. Ну и очень часто, конечно, некоторых прямо передёргивает о коробе тот неприятность и отвращение. Но при всём при этом она настолько мило всё это подаёт. Действительно, человек восхищён просто тем, что он делает. Это мне очень импонирует. Я очень люблю людей, которые действительно просто кайфуют от того, чем они в своей профессии занимаются. Она все закономерности нашего организма подаёт через особенности, то есть через гениальность творения человеческого организма. Это такая ода тому, что никогда в жизни не будет создана более умная машина, чем человек. И действительно, этому начинаешь поражаться. Чем больше изучаешь человека, тем больше понимаешь, что это внец творения. И это вообще просто гениальная машина со всеми процессами, которые в ней работают. Сколько веков убито на то, чтобы понять, как работает эта великая машина. В общем, впечатление о книжке супер положительное, очень милое, очень приятное, очень легко читается. Будет полезно всем вообще. Будет полезно, ну о полезности я ещё в конце скажу, молоденьким девочкам, женщинам, которые собираются стать мамами, девочкам, которые любят потомить себя диетами, тем, которые следят за весом, за калориями. Ну то есть эта книга будет полезна абсолютно всем. Давайте посмотрим, что же тут у нас рассказывается. Немножечко пробегусь по тому, что осталось в памяти самого такого интересного. Где-то в середине или даже ближе уже ко второй половине книги попадается то, ради чего я её купила. В общем, уже абсолютно закономерно существует новое течение в медицине, которое называется нейрогастроэнтерология. То есть раньше просто была гастроэнтерология, наукоизучающая все наши органы пищеварения. На сегодняшний день есть нейрогастроэнтерология по уже заявленным причинам, потому что в мозге, господи, в кишечнике тоже найдено огромное количество нейросетей, как и в мозге. Очень детально она описывает путь, который проделывает наша пища от момента попадания даже ещё каких-то обонятельных сигналов в наш мозг. Рассказывает о том, как пробуждается аппетит, как запахи, ароматы еды возбуждают в нас этот самый аппетит, заставляют нас что-то съесть. И потом рассказывает полностью весь путь от вхождения до выхода этой еды. Но, как я сказала, делает она это очень мило. Очень интересно, я думаю, здесь будет всем абсолютно здорово узнать, она рассказывает о нашей слюне, о том, какие там есть вещества. То есть в слюне есть маленький антибиотик, маленькие дозы антибиотика, которые убивают все микробы. В слюне есть очень интересный химический состав, покрывающий наши дёсна и язык для того, чтобы притупить чувствительность. То есть, если вы помните, в нашем мозге есть представительство всего. То есть в мозге есть участок, отвечающий за ваш мизинчик правой руки и так далее. Там, естественно, огромное количество нейропространства отданы именно на губы, язык, рот, нашу мимику. Иначе мы бы так красиво не могли разговаривать, такие мельчайшие движения совершать своим языком и так далее. Поэтому предполагается, что если убрать там слюну, то наш рот и дёсна будут просто архичувствительными. Это будет чувствительность, которая будет граничить с болевой чувствительностью. А вот в слюне есть такое вот обезболивающее и немного даже такое средство, которое притупляет чувствительность, и мы, соответственно, нормально живём и функционируем. Это было очень интересно узнать. Далее она рассказывает, естественно, о пищеводе. Очень много уделяется внимания желудку, кишечнику, во всех его отделах и красоте. И, в общем, до выхода. Собственно, я сейчас буду говорить некрасивые вещи, поэтому, наверное, брезгливым людям надо не слушать. Рассказывает всё о том, как нужно ходить в туалет, как нужно сидеть, как нужно делать какой градус наклона, чтобы всё это было лучше и удобнее, классификацию всего того, что из нас выходит. То уже там рассказали, какая форма будет нормой, какая форма будет не нормой, когда уже стоит забеспокоиться и сходить к доктору. То есть если кто-то знает, если кто-то сталкивался с медициной, то в медицине есть даже описание форм Кала. И вот она об этом тоже говорит, рассказывает о том, какие они бывают зарегистрированы и о чём эти формы могут нам поведать, о нашем организме. Переходя уже в туалет, как раз меня интересующую очень главу про ней родила, она рассказывала о блуждающем нерве. Мы знаем, что блуждающий нерв соединяет кишечник с мозгом. И здесь было проведено вообще очень интересное исследование. Исследование называется «Плавающая мышь». В общем, на мышках провели, насколько они замотивированы выжить. И это потом обучение, этот эксперимент стал ещё ограничить с обучением, с суицидальными наклонностями, ну то есть вот к тяге ко всему, к этому. Понятно, что мышку помещали в воду, в таз и измеряли, сколько у неё хватит терпения бороться за жизнь и выкарабкаться из этого дела. В общем, может быть, кому-то, конечно, покажется жестоким, но смысл эксперимента был такой. Сначала проводили эксперименты, выявляли, какие мышки более сильные, какие мышки быстрее сдаются. А потом тех мышек, которые быстрее сдавались, их спасали, всё нормально, не волнуйтесь. Их начинали кормить особыми бактериями. Это я уже плавно перехожу к теме того, что вы наверняка знаете, что в нашем кишечнике огромное количество полезных и неполезных бактерий. Когда этим мышкам давали определённую дозу хороших бактерий, было доказано, что если в кишечнике всё в порядке в плане баланса этих пробиотиков, пребиотиков и других бактерий, то это реально влияет на нашу выносливость, на наш оптимизм, на сниженный уровень депрессии, на повышенный уровень мотивации, на повышенное желание жить, бороться и так далее. И вот те мышки, которые поначалу сдавались и хотели уже тонуть, после этой дозы хороших бактерий они были готовы дать фору всем, тем, кто этих лекарств не получал, а был просто сильный от природы. Отличная вообще история. То есть о чём это свидетельствует? Для тех всех, кто считает, что со мной что-то происходит и я не знаю что, первым делом накормите себя хорошими полезными бактериями. И если ситуация изменится, если взгляд на жизнь поменяется, значит дело было всего лишь в дисбалансе этих самых полезных бактерий в вашем кишечнике. И самое интересное, что вот про блуждающий нерв я упомянула, потом они продолжили свои исследования, и когда вот этих накормленных хорошими бактериями мышек брали и ставили на другую стадию, им перерезали связь вот как раз блуждающего нерва с мозгом, то всё, у них мотивация опять пропадала. Это, собственно, доказало, что по блуждающему нерву в наш мозг поступают сигналы именно от кишечника. Ну, в общем, вывод такой, что всё то, что мы потребляем, и вообще всё то, что мы в себя, грубо говоря, помещаем, очень сильно влияет на нас в принципе, на наш головной мозг, на наше настроение, на уровень гормонов и всего-всего-всего. Поэтому будьте, пожалуйста, бдительны по поводу того, что вы кушаете. И вот не всегда следует сразу же пичкаться какими-то антидепрессантами или чем-то ещё. Достаточно просто хорошей, правильной пищей выровнять баланс бактерий. По поводу таблеток тоже было очень много сказано. Наш кишечник и его состав бактериальный, он у каждого абсолютно индивидуален. И поэтому, допустим, не у всех состав бактерий готов принимать определённые лекарства. То есть там определена целая такая, как сказать, целый сегмент тому, как работает наш кишечник с разными лекарствами. Что ещё можно здесь упомянуть? Про полезные бактерии здесь вообще была такая история, что она начала про них рассказывать, проведя аналогию со Вселенной. Вот мы, часть Вселенной огромной, где звёзды, планеты и так далее, и так далее. Она же это всё делает очень восхищённо в книге. И вот она говорит, что мы — это такая же планета для всех наших бактерий и микроорганизмов. Там было проведено исследование и обнаружено, что в человеке, если суммарно взять, то живёт около двух с лишним килограмм полезных и неполезных бактерий и микроорганизмов. А если представить, что они малюсенькие и видны только под микроскопом, то вообще число превращается в какие-то там десятки в миллионных степенях, грубо говоря, количество микроорганизмов, живущих в нас. Какие-то эти микроорганизмы полезны для нас, какие-то не полезны. Но всё, в общем, очень по-умному в нас устроено. Если организм видит какого-то вредоносного жучка, то он пытается его всячески переодеть, изучить, убить, выгнать и так далее, а всё то, что полезно, пытается культивировать, сохранить и приумножить. Причём приумножение идёт опять же в необыкновенных скоростях. И вот в этом плане по поводу того, как мы заражаемся определённой микрофлорой, как мы приобретаем все свои бактерии и всё тому подобное, уделена опять же целая глава про роды. То есть когда ребёнок рождается естественным путём, то он получает прекрасную прививку бактерий, сталкиваясь в родовых путях со всем, что необходимо в будущем для развития прекрасного иммунитета. Ну и опять же, помните, когда мы, не зная ничего, молоденькие, готовятся стать мамами, кучу всякого разного им рассказывают, и ты знаешь, что это надо делать, но не понимаешь, почему. Почему животик болит? Почему грудью кормить? Что конкретно там происходит в ребёнке? Вот этому тоже уделена огромная часть книги. Было очень интересно, поэтому всем рекомендую, у кого маленькие детки или кто планирует только детками обзавестись, то вот тоже очень-очень нужно это почитать, чтобы понимать, чего там у него колики, и как, почему эти колики происходят в животике у ребёнка. Как я уже сказала, что там была огромная часть уделена именно пробиотикам, пребиотикам и антибиотикам. Уже давайте переключимся сюда. Ну, я думаю, что вы знаете, да, разницу в пробиотиках и пребиотиках. Пробиотики — это для жизни, пребиотики — это до жизни, да, то есть то, что способствует рождению новых бактерий. Это абсолютно важнейший компонент в нашем кишечнике. За этим очень нужно следить, и у кого там с этим всё в порядке, тот будет иметь иммунитет и долгую, прекрасную жизнь, и здоровье, и настроение, и всё-всё-всё. Антибиотики наоборот, да, они убивают всё в нашем кишечнике, и она говорит, автор говорит, что когда вы лечитесь антибиотиками, это такая битва, где вы идёте на компромисс, да, то есть вы одно убиваете, другое вы лечиваете. Очень тоже хорошая информативная глава посвящена этой теме. Ну и, конечно же, нельзя было обойтись без болячек, поэтому в самом начале книги была обсуждена, было, что там, господи, непереносимость, ой, скажите, я скажу, глютена, да, то есть какие заболевания возникают, вот если человек не переносит глютен, что бывает, если у человека непереносимость лактозы, то есть молока, были упомянуты аллергии, огромная глава была упомянута бактериям, хеликобактер пилори обсуждалась очень детально. Я уже тоже давно знаю, что, конечно, хеликобактер – это вещь такая, палка о двух концах, потому что, с одной стороны, всем известно, что если она становится агрессивной, то человек вполне может привести к раку желудка, но, с другой стороны, больше половины населения ей заражено, и если она не переходит вот в эту агрессивную фазу, то она нам даже помогает, эта бактерия, потому что были проведены исследования, которые выявили, что намного меньше люди страдают аллергиями и астмами, если у них есть хеликобактер. Потом она уделила внимание ещё более мелким таким бактериям, которые тоже все известны. Сальмонелла, естественно, она поговорила об этом, про яйца, про мясо. В общем, книжка абсолютно практичная, очень интересная. И я говорю, что если вы интересуетесь, как всё это происходит, то есть не просто съел, сходил в туалет и не знаешь чего там, потому что действительно еда в нас буквально минутки-две в лучшем случае, если кто-то хорошо жуёт. А дальше мы её не чувствуем, не знаем, и всё то, что из нас выходит, вовсе не похоже на те вкусности, которые мы съедаем. Вот если вам интересно, какие процессы происходят в организме от момента поступления до момента выхода, то вот это очень нужно почитать. При всём при этом я не считаю, что здесь нужно чего-то прям стесняться или нужно как-то, не знаю, ощущать что-то такое, какую-то неприязнь или отвращение к этому, потому что мы действительно биологические существа, это всё абсолютно естественно. И, как всегда, я всем всегда своим говорю, что чем больше вы себя знаете, тем более полноценную, счастливую и правильную жизнь вы будете вести. Книга написана, как я сказала, очень простым языком, поэтому рекомендую всем девочкам. Девочки будут рассказывать своим мальчикам, поэтому круг замыкается, полезная информация в нём остаётся. Приятного чтива! Надеюсь, было интересно. Почитаем всё это дело вместе, пишите отзывы, обзоры, если уже прочли, что вам в этой книжке больше всего понравилось. Буду, наверное, заканчивать. Всем хорошего дня! Bye-bye!